Сегодня в нашей виртуальной студии дорогой гость из замечательного, теплого, светлого города на Средиземном побережье Тель-Авива. Я приветствую Равина Йосифа Херсонского. Здравствуйте! Шалом, Рабарио! И шалом всех, кто нас слушает, всех, кто с нами. Тем более, что вы не просто в Тель-Авиве, вы в Тель-Авиве строите синагогу. Я как раз сижу сейчас на разваленных помещениях, которые буквально через полтора месяца будут общинным домом и синагогой, первой в истории Тель-Авива русскоязычной синагогой. Это парк Сароны, это домики с черепичными крышами, строили их немецкие христиане-темплеры, а мы превращаем это в синагогу и общинный дом для всех русскоязычных израильтян и гостей Израиля, и ждем всех здесь в гости. Вы сказали, немецкие христиане строили Тель-Авиве. Когда это было и почему? Это более сотни лет назад. Это паломники-темплеры, не путать с темплиерами. Это немецкое поселение, называется сегодня Сарона. Они просто здесь жили по своим соображениям, но жизнь с тех пор меняется. Были времена в нашей истории, когда еврейские дома и синагоги, в Груклине, например, много синагог сегодня, иногда даже церкви, иногда какие-то другие здания. А мы в обратной динамике. У нас старое поселение людей превращается в синагоги. Тель-Авив сегодня расцветает не только билдингами, бизнесом и стартапами, но еще и еврейской жизнью. То есть вопрос не только в том, что строим, но и во имя чего. Потому что стартапы, бизнесы – это, в конце концов, во имя прибыли, во имя благополучия, благосостояния. Но главный вопрос – во имя чего мы живем. И в этом смысле я хочу упомянуть, Иосиф, что ведь вы человек, который строил замечательную общину в Москве. Были многочисленные интереснейшие проекты, и вдруг вы стали человеком, которого не хотели видеть, или который представляет опасность для Российской Федерации, и вас оттуда попросили. Казалось бы, вы могли на этом поставить точку в своей общинной деятельности, но вы решили продолжить и строить общину здесь, в Тель-Авиве. Что, кстати, кажется буквально невозможным, потому что говорят, да, в Диаспоре, в России, в Нью-Йорке евреи живут общинами. А в Израиле нет, а вы делаете, в принципе, то, что кажется невозможным. Вы знаете, на самом деле не столько я строю общину, сколько люди создают общину, потому что я сам маленький, мало что могу. Я не богатый человек, я не архитектор, я мечтаю, я предлагаю им помечтать вместе, и вместе мы создаем какие-то вещи, которые потом говорят, что это чудеса, и невозможно, и невероятно круто, и классно. Но, по сути, я говорю, что море состоит из стапеля, а община – это производная души, когда нас много мы вместе делаем. Действительно много. Моя жизнь, по крайней мере, я надеюсь, у тех, кто с нами сегодня, жизнь идет легче. Но моя жизнь идет легко, видимо, потому что мне самому скучно, когда идет слишком просто, какие-то простые события. Совершенно не хочется прожить жизнь просто. Собственно, наш дорогой Бог отвечает мне взаимностью. И действительно, преодолевание различных препятствий, иногда тех, которые кажутся невозможными, это создает необычные результаты. Вы знаете, как по-русски говорят, что лучшее стадо баранов во главе со львом, чем стадо львов во главе с бараном. Потому для того, чтобы возникло единство душ, должен быть лидер. И для того, чтобы создать общину, нужен тот один человек, вокруг которого община начинает собираться. Я думаю, что вы тоже по своей раввинской и преподавательской практике знаете, что если люди совершенно не хотят туда идти или не готовы к этим знаниям, вот как бы я не хотел их привезти на эту гору и дать им эти знания, они никогда туда не пойдут. А если пойдут, довольно быстро уйдут. Поэтому, наверное, это мы все сюда пришли, в ту точку, в которой, возможно, мне удается почувствовать, что куда люди хотят и где я могу быть им в этой области полезным. Когда я приехал в Америку и давал урок, и были люди, которые смотрели на этот урок, моя жена сидела тоже там. Я подготовил урок, и у меня был вопрос, такой ключевой, из которого я хотел создать дискуссию, повести к ответу, который я приготовил. Как бы рассказать то, что я хочу рассказать. И вот я помню, я задал этот вопрос, один мальчик, Ави, поднял руку, дал ответ. Я послушал и обратился к другому мальчику, третьему мальчику. Это были девятиклассники. Потом моя жена сказала мне, ты знаешь, ты повел ребят туда, куда ты хотел. Но ведь он дал интересный ответ. Я сказал, ты права. И вот с того момента я понимаю, что главной обязанностью преподавателя слушать своего ученика и вдумываться, вслушиваться в то, что он сказал. Для этого требуется учителю научиться скромности и учиться у своего ученика, а не только учить его. Эта практика преподавания утверждает каждый день. Наши мудрецы говорили, он научился многому учителей, у коллег больше, а больше всего у учеников. Но однажды один крупный фонд, я не буду называть название, но крупный международный еврейский фонд, пригласили меня проконсультировать их по моей области специализации создания общин в русскоязычном мире. Это уже не первая община, поэтому могу называть себя определенным специалистом в этой области. Кроме прочих вопросов, задали мне такой интересный вопрос. Почему, на мой взгляд, светские сообщества не имеют такого успеха или распространения, как религиозные общины? Если мы посмотрим на среднюю и долгосрочную перспективу, в основном выживают религиозные общины. Почему так? Я сказал, что мне кажется, что количество испытаний и проблем, которые стоят на пути у людей, которые создают общины, они перевешивают, как правило, мотивацию этих людей продолжать заниматься этим непростым и порой неблагодарным делом. Когда ты религиозный человек и делаешь это из религиозных соображений, а религиозная мотивация – это из топовых мотиваторов личности, то ты говоришь, я за этим живу, я иначе не могу. Возможно, каждый вечер или каждое утро, приходя домой или просыпаясь, мы сами себе говорим, а может быть, бросить это все, но может быть, сил нет. Но утром ты встаешь или вечером ты приходишь, говоришь, свинец, собери стряпка, Бог даст силы или еще что-то. Человек, который не мотивирован Богом, у него нет такой высокой мотивации заниматься этими проблемами, потому что ты не видишь эту часть у себя. Есть один человек, который мне помогает, его зовут Шму, или он большой креативщик. Говорит, вы же все время работаете по принципу, зашли в тупик, пробили головой стену, возникло волшебство. Вы должны об этом сказать людям. И я должен сказать, что это правда. Ты заходишь в тупик, кажется, уже дальше невозможно. Ты начинаешь искать силы в себе, просить их у Бога. Иногда я просто прихожу в синагогу, открываю арон-кодыш, иногда со слезами, и говорю, Владыка Мира, ну мы же, в общем, хорошее дело делаем, дай, дай, пожалуйста. И вот когда ты не сдаешься, потом возникает некая община среди своих, которая для меня – это много проблем, много переживаний, много преодолений, а люди вокруг говорят, вау, возникла крутая штука. Здесь рецепт один – не сдаваться, преодолевать, идти через «не могу», и тогда Бог посылает нечто особенное. Вы напомнили мне слова, кстати, Стива Джабса, когда спросили его, в чем секрет успеха, он сказал, занимайтесь тем, что вы любите. Почему, спросили его? Да потому что для того, чтобы достичь успеха, нужно будет преодолеть очень много препятствий. И если вы не любите то, что вы делаете, вы просто не сможете это преодолеть. Поэтому вот эта внутренняя вера и любовь к этому нашему или своему делу является, конечно, залогом успеха. И вы говорили, наверное, о источниках того, или мы можем это сказать, с одной стороны, как бы упрямство, народ мы жестоковыйный, или, с другой стороны, если направить упрямство во благо, мы скажем, наверное, преданность делу, последовательность. И в этом смысле это напоминает мне, кстати, историю праздника Лагбаомер. Что мы, собственно говоря, отмечаем в этот день? Расскажите. Два события, которые, на первый взгляд, хотелось бы или ожидается, что будут отмечать со слезами на глазах, как Девятая Ава, возможно. А мы почему-то отмечаем это с радостью. Это прекращение мора учеников Раби Акивы. Знаменитые 24 тысячи умерли между Песохом и Шеволотом. Кто-то говорит, что празднует, что потом он нашел еще пять, но, по сути, все умерли. Мор остановился, потому что некому больше было умирать. Второе событие мы отмечаем, что умер Рабишиман Барьёхай. Это, кстати, один из тех пятерых учеников, которые потом жили. И, казалось бы, это траурная история, но мы говорим о том, что пять появились, потому что это было ядро восстановления дальше. Рабишиман – это тело его умерло, а душа его вернулась домой. И мы празднуем, подчеркиваем, что мы верим не в тело, мы верим в душу и в Бога. И если у человека, как мне кажется, по крайней мере, есть силы что-то преодолевать и находить в себе новые силы, это не столько или не только, потому что он находит в себе некий новый ресурс, которым раньше не пользовался. Сколько Бог посылает новую порцию, когда он видит, что то, что он инвестировал в тебя, это работает, он расширяет инвестиции. Ты просто исчерпал то, что он тебе дал, запросил новое, ты эффективно распорядился, получил на втором раунде больше. Поэтому мы говорим утром благословения «Барух ханутенли аевкуах», дающий уставшему силы. И некоторые говорят, что для того, чтобы получить новые силы, нужно сначала истратить старые. И потому все это время, что ты не оказался в ситуации вот того самого тупика, и, казалось бы, все свои средства и силы истратил, вот этого нового чудесного с небес не будет. В этом смысле, кстати, любопытно, ведь в Талмуде говорится, что сказал рабе Акива, пусть будут у тебя ученики, когда ты молод, и ученики, когда ты стар, потому что сказал царь Соломон в своей книге «Экклезиаст», утром сей семена свои, и ночью пусть не опускаются руки твои. И интересно, что он интерпретировал эти слова не в смысле сельского хозяйства, что нужно работать утром, днем и вечером, а творческая работа, созидание, то есть сеть семена учеников, детей, добрых дел, делай в молодости и делай в старости, то есть всю свою жизнь, не переставай. Потому что были у него, говорит Талмуд, ученики, 24 тысячи учеников, но они не оказывали уважения друг к другу, потому возникла эпидемия какой-то страшной болезни, они начали умирать после праздника Песах и перестали умирать 33-й день после исхода, 33-й день так называемого «Умера». Что сделал рабе Акива? Он пошел на юг, нашел там новых пятерых учеников, и они те, которые восстановили Тору в народе Израиля. Интересно, возвращаясь к вашему образу, про рабе Акива, который трактовал слова царя Соломона про учеников, как важно всегда не только знать единицу информации, но и знать ее источник, потому что одни и те же слова, которые скажут два разных человека, они будут иметь другой резонанс, другой смысл, они по-другому будут играть. Рабе Акива – это человек, который был никем в плане учительствования, стал всем, потерял все, восстановил заново. И когда такой человек говорит и в молодости ищи учеников, и в старости ищи учеников, и преподавая им, это совершенно другой контекст, как если бы это был просто некий великий гуру, который всех учит всегда. Это человек, который говорит про не сдаваться. Есть еще такая фраза, «катит ли маор» сказано в Торе, когда нужно зажигать минору, написано, что нужно выжать маслины, и тогда, дословно это было бы, это значит, выжми маслину и зажги из них свет, но это можно прочитать, и тогда из них возникнет свет. Когда ты находишься в состоянии покоя, в зоне комфорта, Бог тебе посылает определенные силы. Когда ты выжимаешь себя, как оливку, тогда появляется более дорогой продукт, чем оливки, оливковое масло, причем такое, которое может гореть, может светить. А когда ты делаешь добрые дела, вопреки сложностям, несмотря на выжатость, против себя где-то, против обстоятельств, то тогда Бог посылает какие-то особые силы души, и тогда возникают особенно ценные для Бога вещи. Похоже на то, что Богу особенно ценно, если в этом плане измерять успех, то успешность в глазах Бога вызывает, наверное, некий такой вау-эффект. Ух ты, какой молодец. Ты такой маленький, ты мало на что способен, но ты так стараешься, давай-ка я дам тебе еще сил. В этом как раз может быть тайна праздника Хануки. Оливковое масло горело, это символ еврейской истории, поэтому я говорю, мы светим не благодаря обстоятельствам, а несмотря ни на что. Потому что в конце концов еврейский народ – это народ чуда. И если все легко и все просто, и все понятно, и есть ресурсы, и есть свет благодаря этим ресурсам, то тогда чудо не получается. А чудо возникает тогда, когда масла нет, масло закончилось, и каким-то удивительным образом все равно находятся внутренние силы, и мы продолжаем светить, несмотря ни на что. Что я могу добавить к тому, что вы сказали? Только то, что есть дискуссия на тему чудо-масла насчет, так сказать, физической стороны вопроса. Одни говорят, что масло, которого должно было хватить на день, закончилось, а дальше горело чудо, а дальше горела какая-то божественная энергия, а другие говорят, что масло в течение суток уходило медленней, и иногда получается, что Бог посылает такую меньшую истощаемость для человека, и тогда происходит действительно волшебство. Сама личность раби Акивы, она вдохновляет каждого из нас, поскольку я, например, скажем, когда рос, практически не знал ничего абсолютно вообще еврейского, и может быть, очень многие люди, которые выросли в Советском Союзе, казалось бы, были далеки от всего. Раби Акива до сорока лет ведь практически был неучим. Более того, он даже говорит о том, что в юности он, когда смотрел на мудрецов Торы, то он хотел их укусить, настолько он их ненавидел. И не просто укусить, как собака, которая кусает мясо, а он хотел укусить, как он говорил, как осел, который еще так же дробит кость, кости ломает. И вот в какой-то момент вдруг во всем «Ищите женщину», познакомился с Рахель и вдохновился было начать познавать мудрые Сторы, но подумал, мне уже 40 лет. Наверное, он мог сказать, как я слышал, часто люди говорили, «Мне я уже отрезанный ломоть, вот, пожалуйста, воспитывай моего сына», приводили родители своих детей в школу, а я говорил, «Нет, мы строим общину, поэтому давайте вместе с детьми старайтесь». Никогда не поздно. Раби Акива, он как раз вдохновляет нас этой мыслью. Никогда не поздно. Но что вдохновило его? Он оказался у ручейка, помните? И посмотрел на то, как вода точит камень. Отсюда, наверное, пословица, что постоянная капля точит камень. Я сказал, если эта вода может изменить форму камня, то тогда Тора, которая подобна воде, приравнивается к воде, она изменит, пусть даже каменное, уже сформировавшееся сердце. Люди надумают, я уже привык, у меня привычки, я себя не могу изменить. Раби Акива смог, и мы сможем. Я думаю, что этот образ Раби Акива, он интересен, как он играл для нас, советских евреев, когда мы, ничего не зная, каждый по-своему приходил как-то к синагоге, к еврейскому народу. И там мы видели в Раби Акиве воодушевляющий пример того, что никогда не поздно начать. А я сейчас подумал, что в современном Израиле тоже эта модель играет по-другому, потому что иногда, по крайней мере, когда ты не дышишь одним и тем же воздухом с этими людьми, а читаешь только в новостях, то, что здесь происходит, иногда возникает ощущение, что настроение в народе Израиля похоже на описанную вами историю, когда одни других хотят кусать, причем не как собаки, а как ослы. Я вспоминаю Башевиса Зингера, есть такая книга небольшая, раскаявшаяся, про человека, который на старости лет, отойдя от религии, думает вернуться к Торе, и он описывает там ситуацию в Восточной Европе, когда в Ешивах не учили Танах, и он предполагает, что Танах не учили, потому что стыдно смотреть. В Восточной Европе был огромный рассвет еврейства, и чудеса праведников, и много всего, и тут ты читаешь эту книгу с судей или еще кого-нибудь про какие-то ужасные времена, когда евреи отворачивались от Бога, когда евреи предавали себя, и как-то стыдно смотреть в это зеркало. А мне кажется, что я вот как раз в эти годы перечитываю Танах на взрослую голову, в свои 40 лет можно апгрейдиться, я нахожу в этом большую надежду, потому что когда ты видишь, что раньше было, хотя были вроде как великие времена, было все так ужасно, но потом из этого могли выйти Давид, Соломон и Восточная Европа, и Нью-Йорк, и Иерусалим, то ты говоришь себе, когда сегодня ты видишь плохие времена, знаешь, что дальше может быть так же лучше. И сюда же у меня эта история с Раби Акилой, когда ты узнаешь, что из такой ненависти могли потом вырасти такие люди, как Раби Акилла, можно сказать, нужно только поставить таймер и ждать, ну и работать над тем, чтобы сегодняшний Израиль взрастил еще новых Раби Акилла. От любви до ненависти один шаг. И в этом смысле, может быть, история Раби Акила учит нас тому, что сказал когда-то замечательный Равин Раф Таубер, он говорил, если ко мне приходит, например, пара, муж и жена, и они рассказывают о своем конфликте, и он ненавидит ее, она ненавидит его, им можно помочь. А если приходят два человека, которые демонстрируют равнодушие, отчуждение, безразличие, это самая сложная ситуация. Поэтому в каком-то смысле, если мы сравним Америку и Израиль, в Израиле отношение к Торе, к еврейству, оно вызывает конфликт, оно вызывает эмоции, самые разные и всякие, но нет безразличия. В Америке миллионы евреев живут и исчезают как евреи, потому что вообще об этом никак не думают. Да, это процесс, который напоминает и ассимиляционные процессы, когда человек резко реагирует, есть реакция, когда человеку все равно. Похоже, мы видим в обществах, есть общества, которые бурлят, которые реагируют, у которых нету покоя, а есть общества, которые ведут себя пассивно, и их властители начинают позволять себе делать такие вещи, что уже дальше кажется, что возврата нет. Вы знаете, еще очень, мне кажется, важная как раз в этом плане мысль заключается в том, что 24 тысячи учеников раби Акивы не были общиной, потому что не оказывали уважения друг к другу, потому что уважение это та ткань, так сказать, это вода для рыбы, это там, где могут быть взаимоотношения, это могут быть взаимоотношения, какие уважительные, там, где нет уважения, там, где другое мнение человека, с которым ты не согласен, ты проявляешь нетерпимость, и это мнение, если оно отлично от твоего, то ты его даже не рассматриваешь, то там нет семьи, там нет компании, там нет команды, там нет общины, а община или команда побеждает все, поэтому создать команду, это, наверное, главная задача любого бизнеса, замечательная книга такая, Лизионе, которая называется Advantage, преимущество, и в ней говорится, прямо на титульном листе, на первой же странице говорится, так сказать, подзаголовок, why organizational health trumped everything else and business, то есть, почему здоровая организация или здоровье организации побеждает все в бизнесе, и он пишет о том, что у одной компании могут быть финансы, могут быть технологии, может быть маркетинг, может быть все, 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 но если там нет команды, они не учатся друг от друга, они не совершенствуются, они не откровенны друг с другом, у них будут внутренние конфликты, а если в другой компании есть команда, то они обретут все, а если этой команды нет, то те потеряют все, и поэтому может быть главная как раз идея этого праздника заключается в том, что пятеро, которые стали командой, они сильнее, чем любое количество индивидуумов. Если у нас есть еще время в эфире, то я бы поделился одной притчей в тему того, что вы говорите, это интересная притча, как мне кажется, одному человеку делали экскурсию в аду, и ему показывают комнату, в которой накрытый стол, вся самая дорогая и вкусная еда, а люди, которые стоят за этим столом, горько плачут, и он спрашивает своих гидов о преисходной, что происходит, он говорит, посмотри внимательно, он видит, что у каждого привязаны руки к стулу, и в руках ложки длинные, и они пытаются зачерпнуть, но ложка настолько длинная, что не могут попасть себе в рот, и роскошная еда становится источником страдания, а не удовольствия. Хорошо, он понял, идут в следующую комнату и видят, что там все то же самое, но люди радуются. А он спрашивает, а что здесь? Он говорит, посмотри внимательно, он увидел, что эти люди кормят друг друга. Я слышал, и тогда длинная ложка для них становится не проблемой, я слышал такое рассуждение о том, что Бог создал добро и зло зеркальными, и они по ингредиентам не отличаются. Структурное отличие в том, что зло это когда каждый занимает свою позицию строго по функционалу, а добро и святость это когда каждая точка содержит другие точки. то есть возле в нечистоте добро это добро, а строгость это строгость, и это настоящее добро, это настоящее строгость, а в святости строгость содержит немножко добра, а добро содержит немножко строгости, и тогда это получается взаимодействующая реальность. Я слышал такое осуждение, мне кажется, что это в тему того, что вы сказали. то есть на самом деле синтез, святость это когда даже зло казалось бы оно встает на службу добра, например, потому некоторые говорят, что в мире нет дурного начала и хорошего начала, ецер гора ецер готов, хотя казалось бы мы часто используем эти термины, ибо ецер это природа, и природа она сама по себе не хорошая и не плохая, это человеческий выбор направить природу во зло или направить природу в добро. Например, человек может быть ленивым, это плохо, смотря по какому поводу он ленится, если кто-то ему скажет пойдем ограбим банк, он говорит, я ленюсь, отлично, у тебя хороший тормоз, а если, например, человек ненавидит, это плохо, смотря кого он ненавидит, если он ненавидит фашизм, то это хорошо, а любовь-то хорошо, смотря кого ты любишь, поэтому мы возвращаемся к вопросу во имя чего мы живем. Вы знаете, что Лак Баомер в самом своем простом понимании это то, что произошло на 33-й день после исхода евреев из Египта, ведь евреи вышли из Египта и у них была маца, они пекли мацу, они взяли ее с собой, а на сколько времени хватило им той мацы, с которой они вышли из Египта? Я не знаю. Ну, понятное дело, на 30 дней, поэтому не случайно, на 30-й день, у нас вообще Песок Шейни, в 30-й день у них кончилась маца. Окей, а что же было делать? Кончились ресурсы. Могли люди сказать, окей, давайте вернемся в Египет, сладкие лепешки фараона. Что они продолжили делать? Они продолжили идти к горе Синай. Первый день шли без мацы, второй день шли без мацы, а на 33-й день что произошло? манна небесная. Спустилась манна небесная. В 33-й день открылись небеса. Если человек продолжает идти к своей возвышенной цели, во имя, во имя Торы, во имя духовности происходят чудеса. В этом смысле развержение моря произошло не столько потому, что евреи вышли из Египта, сколько потому, что они шли к дарованию Торы. И если они продолжали идти, несмотря на то, что хлеба не было, то хлеб спустился с небес. Я хочу поблагодарить вас и пожелать вам, чтобы в вашей деятельности по строительству общину спускались небеса или небеса спускали вам хлеб. И чтобы продолжали строить свой храм и чтобы каждый из наших слушателей строил и храм в своей душе, и строил храм в свою семью, и чтобы все вместе мы строили общины. Всего самого хорошего. Спасибо. Всего доброго. Будете у нас в Тель-Авиве. Обязательно заходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok